В регионе сеют и не только пшеницу. Это соотношение отрегулировали не государственные субсидии, а рынок, что будет расти на полях в этом году. Все, кто переживает за землю, должны высказаться. Широкое обсуждение земельной реформы началось в столице и регионах. Какие предложения в законопроект внесет аграрная Североказахстанская область? Школы ремонтируют и реформируют. Похоже на нынешних летних каникулах. Многим будет не до отдыха. Как изменятся наши учебные заведения? В Петропавловских окрестностях сразу несколько экологических инициатив. За работу принялись не только ответственные за то службы, но и неравнодушные дети и взрослые. В области начали сеять. Сельскохозяйственный сезон стартовал. Готовились к нему, как водится, заранее. Еще в прошлом году почти сразу, как убрали, в регионе провели большое собрание. Пригласили ученых из других регионов, казахстанских и российских. Обсуждали самый принципиальный вопрос, что именно сеять в нашей зоне рискованного земледелия, чтобы гарантированно получить высокий урожай качественного зерна. Это для того, чтобы аграрии смогли информацию изучить и, главное, успели к предпосевному финансированию определиться, какие семена брать и в каком количестве. Традиционный агросовет собрали в первую неделю марта. Там обсуждали уже оперативные мероприятия. Что нужно сделать, чтобы подготовить и технику, и землю к предстоящему севу. Такая расторопность сыграла свою роль. Накануне страды Управление сельского хозяйства сообщает о том, что к посевной североказахстанские аграрии готовы. По словам руководителя ведомства Кайрата Умарова, с горюче-смазочными материалами проблем у аграриев нет. В этом году закупили более 65 тысяч тонн дистоплива. Обеспечены земледельцы и герпицитами, и семенами. В текущем году площадь североказанных культур составит 4 млн 366 гектаров. Из них 3 млн 210 зерновых, 469,7 млн масличных культур. Уже в текущем году увеличилась площадь озимых культур и составили 47 тысяч гектаров. Семенами мы обеспечены в полном объеме 100%. Из 496 тысяч тонн семян, 465 тысяч тонн составляет у нас семена зерновых и зернобобовых культур, где первого и второго класса у нас идет порядка 95%. Посевные комплексы уже на полях, их более тысячи. Работа кипит почти круглые сутки. И пока, к счастью, стоит погода. Полным ходом идут работы в хозяйстве Петерфельд Агро Козлужарского района. Подзерновые в этом году здесь отвели 2000 гектаров земли. Работает три агрегата Бюльдер-Барго, подвозом одновременно с несением минеральных удобрений. Минеральное удобрение, амешность литра вносится. В данной бригаде задействовано 12 человек. Действительно, самый важный вопрос, который нужно было решить накануне посевной – что сеять? Точные данные, какая площадь, чем занята, станут известны, когда посевная завершится. Чиновники не вправе определять структуру посевов за аграрив, только лишь советовать, ну и регулировать этот процесс субсидиями. Ну и по приблизительным подсчетам можно понять, кампания по диверсификации в области прошла успешно. Зерновые, конечно, занимают большую часть посевных площадей – более 3 миллионов гектаров. И так будет всегда в нашем регионе. Но пшеница уже далеко не монокультура. В ТО «Ишим Агронорд», например, в этом году впервые собираются посеять подсолнечник. Три года назад, когда кампания по диверсификации посевов только начиналась, чиновники от сельского хозяйства, если не настаивали, то достаточно настойчиво объясняли местным фермерам выгоду от выращивания льна, рапса, кормовых или овощей. Затем в ход пошли самые весомые аргументы – субсидии. А вот сейчас структуру посевов регулирует рынок. Аграрии уже поняли, что и в каком объеме можно выгодно продать. В том же «Ишим Агронорд» в прошлом году сеяли лен и получили неплохую отдачу. И сегодня площадь под эту культуру увеличивает и экспериментирует с подсолнечником. Подробности у Ольги Загоруйко. На полях товарищества работают четыре посевных комплекса. Этот канадский, его тянет трактор «Версатайл». В день он может пройти 300 гектаров. Механизаторы товарищества не упускают ни одного дня, работают до темноты. С самого утра на этом поле площадью 68 гектаров сеет рапс. Урожай можно будет убирать уже в августе. Всего в «Ишим Агронорте» этой масличной культуре отвели около 4000 гектаров. Это на 500 больше, чем в прошлом году. По словам директора Владимира Грачева, масличные культуры дают больше прибыли, чем зерновые. Но есть один минус. Для их выращивания нужна плодородная почва. Поэтому без минеральных удобрений не обойтись. Было внесено 6000 тонн фосфорной муки. Удобрения гранулированы для нормального роста и созревания растений. Плюс мы будем работать с жидкими удобрениями, нутриевантами по всем культурам. По льням, по рапсу, по пшенице. У нас все уже закуплено, все приготовлено. Кстати, удобрения аграрии приобретают с 50-процентной скидкой. А после пассивной государство еще частично компенсирует затраты на покупку гербицидов. По предварительным заявкам, эта сумма уже составляет около 200 миллионов тенге только в Мамлюцком районе. Субсидируют из госбюджета и семена первой репродукции. Для пассива имеется необходимая техника. На пассивной будет задействовано 24 пассивных комплекса, 776 сейлок зерновых. ГСМ хозяйство обеспечено. На сегодня зерновых посеяно 11%. В прошлом году в товариществе Ишим Агронор с одного гектара собирали по 10 сантиметров льна. Урожай неплохой, говорят аграрии. Поэтому в этот раз площадь решили увеличить на треть. Сейчас она составляет 3700 гектаров, как и под пшеницу. Впервые в этом году будут сеять подсолнечник. Для начала решили отвезти под него 520 гектаров. В товариществе уже выполнили 15% всех весеннеполевых работ. Всего в этом году в Мамлюцком районе засеют 177 тысяч гектаров. Работу планируют завершить до конца мая. Сельское хозяйство – это, конечно, бизнес, но особенный на кону продовольственная безопасность региона и страны в целом. Потому такое внимание со стороны государства и в виде финансовой поддержки, и в виде регулярного мониторинга. Аким области во время посевной очень часто на полях. На этой неделе Ерик Султанов три дня подряд выезжал в районы. Фермеры такое участие государства и региональной власти, в частности, воспринимают как должно и, конечно, задают вопросы и рассказывают о возникающих сложностях. Мои коллеги о том, какие настроения на полях. Мамлюцкий район – это поля Тео-Родина. К работе здесь приступили 15 мая. Первым делом посеяли масличные. 20-го начали зерновые. В хозяйстве – полторы тысячи гектаров земли. Еще 400 – под парами. 11 человек работает. 5 тракторов. Работаем с удобрениями ежегодно. Работаем на всей площади с гербицидами против сорняков. В 7 часов утра выезжаем. И заканчиваем в 22. Глава региона интересуется, как идут дела в поле. И рассказывает, что скоро решится актуальный для агрария вопрос поставок минеральных удобрений. Наша сейчас основная часть. И 50 тысяч, видимо, 20 тысяч пойдет на пары. То есть, начнем все лето возить и все лето минеральные удобрения вносить, как положено. Во всем остальном никаких вопросов нет. Дизельное топливо есть, все есть. Погода есть. Влагу закрыли. Ирик Султанов акцентирует внимание аграриев на задачах, которые накануне в Акарде поставил президент страны. Рассказывает, как в целом регион подготовился к весенне-полевым работам. Все показатели должны быть положительными. Мы в этом смысле идем нормально. У нас сельскохозяйство идет с плюсом. В прошлом году 7,5%, сейчас пока 1,5%. Но мы пойдем вперед. Сейчас мы все программы в полном объеме выполняем. Программы, они тоже не случайно придуманы. Именно эти программы. И Сабага, и Кулан, и сам Агробизнес-2020. Все механизмы у нас есть. И, я бы сказал, в первом полугодии закончить положительные результаты. А на конец года, 25-летие нашей независимости, мы должны показать очень высокие показатели. Я думаю, что наша область это покажет. А в Дубровинском сельском округе Акима области встречают руководители хозяйства Ишима Агронорд, Бридун, Мамбетов Ика и Михайловка Агра. Ерик Султанов рекомендовал им воспользоваться хорошей погодой и работать ударными темпами. При этом не забывать про достойную оплату труда своих специалистов. Вчера Ельбас напомнил о том, что заработная плата в среднем подняли на 29% в образовании, на 28% в здравоохранении и до 45% в социальной сфере. Вам надо поднимать на 30% заработную плату. После девальвации, конечно, несколько, значит, там инфляция пошла. Это все надо учитывать. Сельчане говорят, земля готова к севу. Влаги хватает. Работы на полях идут в заданном темпе. У гендиректора ТО Ишима Агронорд Игоря Гришанова большие планы на масличные культуры. Рапсом, льном и подсолнечником намерен засеять почти 5000 гектаров. Какие планы у вас по рапсу? 25-30 есть или нет? Ну, мы как бы не меньше 20 всегда получаем. Технология как бы... Ну, поляк, поляк, самый высокий урожай. Какие поляк? Сколько с этим? Есть 30-32 давай? За 40. А в КТ Мамбет АФК уже обработали 25% площадей. Чтобы получить хороший урожай осенью, на поры вносят удобрения. Фосфоритную муку и амофос. В этом году погодные условия прекрасны для своевременного начала пассивных работ. Для этого, в принципе, вся материально-техническая база готова. Получили ГСМ удешевленную, еще в марте вместе завезли. Минеральные удобрения получили. Семена у нас свои есть. Техника подготовлена. Поэтому мы начали, посев с масличных культур. Посеяли 350 гектаров рапса. Лен посеяли, зерновые, однолетние травы. В целом, порядка 25% на сегодняшний день уже посеяно. Кстати, сельхозтоваропроизводители высказали готовность приобретать новый трактор К-704, который будут собирать в Петропавловске. Следующая остановка в Жамбылском районе. В ТО «Шатило-ИК» почти 67 тысяч гектаров посевных площадей. На полях работают 40 зерновых сейлок и 13 современных комплексов. Это товарищество в районе Передовик. По словам директора Виталия Шатила, половину площадей здесь уже засеяли. А у вас какие комплексы, кроме них? У нас, к сожалению, разномариваются. Есть и Класс, есть и Максим Морис, есть и Джонбир, и Гуслечный. А лучший кто? Ну, лучший Джонбир, это мировой тренировый такт. В Пресновском сельском округе встреча с земледельцами прошла на полях крестьянского хозяйства «Арман». Многие товаропроизводители занимаются еще и животноводством. А тем, кто пока не приобрел скот, глава региона рекомендовал это сделать. Без скота все равно не обойтись нам, друзья. Хотим мы это или не хотим, завтра мы пойдем к этому. Мы договорились с Курганским губернатором, с Омским, с Тюминским. И поставки наши пошли, наши продукции. Ну, вот сейчас из-за того, что у нас ситуация была по заболеванию скота в Актюбинской области, сейчас запретили. Вот эту проблему решим, то мы сможем. Поэтому надо заниматься животноводством. Строите планы на животноводство. Это наше вообще будущее. Без этого нельзя. Глава ИП Алисарай Арман Касымгожин в прошлом году купил 330 голов казахской белоголовой и сементалов. Сам из Астаны, а хозяйство свое открыл в селе Жамбыл. Животновод просит Ерика Султанова посодействовать в получении субсидий по госпрограмме через КАС Агрофинанс. Аким области обещал поддержку. Также в селе Пресновки Ерик Султанов посетил торговый дом. Его местный предприниматель открыл зимой на собственные средства. В этом году аграрии Козелжарского района планируют засеять 203 тысячи гектаров. 116 из них – зерновыми. 44% площадей уже обработано. Масличные культуры займут более 30 тысяч гектаров. Это поля Тео-Абежер. Сеют здесь в основном среднеспелые сорта. Пшеницу Омская – 36, гибридные семена Рапса – лен. Техника зашла на поля 15 мая. В день обрабатывает до 1000 гектаров. От серии лен – 3200 гектаров. Сейчас посевные комплексы зачищаются и заходят на очмень. Затем по плану пшеница – рапс. Рапс – 2500, пшеница – 4000. Все посевные комплексы у нас зарубежного производства. Три бургу – посевные комплексы. Они 18 метров захвата, дисковые. Их производительность за сутки – 300 гектаров. И два посевных комплекса – 18,40. Если погода позволит, посевную здесь завершат в конце мая – начале июня. Ерик Султанов в разговоре с руководителями хозяйств отметил, что работы на полях по области идут хорошими темпами. В этом году похода – великолепная погода. И опять 10 дней впереди у нас чистых. Причем температура под 30, 25, 28, 30. Я думаю, что через две недели мы все должны закончить практически 100%. За две недели – это достаточно хороший срок. Решается вопрос и о поставке минеральных удобрений. Это важно для аграрного региона. Наряду с проведением весеннеполевых работ сельхозтоваропроизводителям не стоит забывать и о развитии животноводства. Займитесь вопросами животноводства. У многих из вас есть соглашения, подписанные с таким районом о развитии животноводства. Я в районе был, все мне подтверждают, что заработная плата будет повышена от 25 до 40%. Это уже район Макжана-Жумабаева. В Тойочистовске использовали минеральные удобрения, закупленные еще в прошлом году. С семенами и ГСМ проблем нет. По словам руководителя хозяйства, успех посевной теперь зависит от погоды. На полях колесят высокопроизводительные комплексы. Не исключено, что в скором времени хлеборобы задействуют и технику местного производства. В июле текущего года в Петропавловске заработает завод по выпуску К-704. Этот завод будет запущен, Света Слав называет, они его по нашему батыру называли сейчас. Значит, 1 июля мы уже запустили его. В этом году 20-30 машин соберем. Стоит будет 30 миллионов деньги. Мощность приличная, но они говорят, что он обрабатывает 170 гектаров. Перед аграриями района Макжана Жумабаева Ерик Султанов ставит задачи развивать животноводство, поднимать заработную плату рабочим и закончить сев в оптимальные сроки – 30 мая в начале июня. Пока аграрии сеют, дорожа каждым днем, казахстанское общество продолжает дискутировать на тему использования земли. Я напомню, неоднозначно были восприняты в стране поправки в земельный кодекс, в частности увеличение срока аренды участков для иностранцев и обязательный выкуп в частную собственность земель казахстанцами. Однако измененный кодекс в силу с 1 июля не вступит. Глава государства пока наложил мораторий до конца года, это время по поручению президента должно быть использовано для выяснения спорных вопросов, причем в очень широком кругу. Это было в начале мая, а на этой неделе в ходе совещания в Акурденур Султан Назарбаев еще раз напомнил, далее цитата, «все, кто по-настоящему переживает за землю, должны высказаться». Стоит отметить, что дискуссия стала куда более конструктивной. В прошлую субботу несколько часов продлилось заседание специально созданной комиссии, в составе которой 75 человек. Это депутаты, члены правительства, активисты общественных организаций, политических партий и, конечно, сами землепользователи. От нашей аграрной области в составе комиссии руководитель хозяйства ТНШ Астыка Анатолий Рафальский. Второе заседание комиссии в эту субботу тоже получилось насыщенным. Кстати, как заявил председатель комиссии, вице-премьер Бахаджан Сагентаев, комиссия планирует также и выездные заседания в регионах страны. То есть сейчас членам комиссии по земельной реформе нужно выяснить все спорные вопросы между собой, а их немало, учитывая то, что на первом заседании высказаться пожелали 63 человека из 70 присутствующих. Ну а потом, спустя 3-4 совещания, как заявил Сагентаев, они отправятся во все регионы. Там будут работать с общественными советами, неправительственными организациями, то есть собирать все предложения и замечания, чтобы их включить в обновленный проект кодекса, который и попадет в парламент на рассмотрение. Североказахстанский областной общественный совет свои предложения сформулировал на этой неделе. В повестке было заявлено 19 вопросов, но земельная реформа под номером 1 по списку, да и по значимости тоже. С разъяснениями к членам областного общественного совета пришел начальник управления земельных отношений Есенгильды Карбаев. Акцент на поправках, которые и оказались самыми спорными – аренда и выкуп в частную собственность. Принципиально с земельной реформой члены общественного совета согласны, но все-таки будут у нашей аграрной области и кое-какие предложения в комиссию по земельной реформе. Земля иностранцам не продается, только в аренду. Если в старой редакции было 10 лет, сегодня ее продлили до 25 лет, то для увеличения инвестиций. А земля продается только гражданам Казахстана, то есть и тот через аукцион. Те земли, которые сегодня находятся в аренде на 49 лет, уже прошло 25, к примеру, еще 24 года срока, они обязательно должны заключить договора и выкупить с рассрочкой на 10 лет. Поэтому предложение от аграрива, чтобы была альтернатива, они просят, чтобы аренду оставили. В управлении земельных отношений создан специальный колл-центр, где консультируют по земельным вопросам. Кстати, работает и казахстанский колл-центр по номеру 1434. Как отметил Бахаджан Сагентаев, в четверг на брифинге в службе центральных коммуникаций более 700 вопросов приняли за 4 дня. Оперативно создан сайт jerturaly.kz, и он быстро наполняется информацией. А еще на сайте можно задать вопрос или сформулировать предложение. Вице-премьер четко озвучил позицию государства. Они заинтересованы в вовлечении максимального числа граждан в обсуждение земельной реформы. А мы продолжаем и к другим темам. На этой неделе тепловые сети подводили итоги минувшего отопительного сезона. Для них это означает посчитать число аварий и определить, что нужно отремонтировать летом. Так вот, порывов в Петропавловске на сей раз оказалось на четверть меньше, чем в прошлом сезоне – 227. И это не счастливая случайность, а вполне закономерный результат. В прошлом году вместо запланированных 10 километров заменили 13, еще 3,5 построили в рамках программы «Нурлыжол». Кроме этого, ответственно подготовились к зиме и сами горожане. Половина жилого фонда получили паспорта, и 80 с лишним процентов, более 85, прошли все мероприятия. Надеемся, что в этом году еще будет большее количество домов подготовлено. Это, скажем так, основная причина расхода увеличения и так далее. То есть, если дома подготовлены, они работают как положено. Но 227 аварий – это все равно много. Так что ремонты продолжаются. Начнут с самых сложных участков. На пересечении улиц Шухова-Вулиханова им предстоит поменять более 200 метров. Меняя этот участок теплотрассы рядом с военной частью 66-37, аварии здесь не было, а вот изношенность труб давно на пределе. Здесь идет замена 180 метров, сети диаметром 150. Начали мы работы 11 мая. Цельнометаллическая труба. Прослужит она 25-30 лет, она воздушка тут. Достаточно долго она будет служить. Запланированы работы основные по реконструкции пятой магистрали. Самая аварийная магистраль – это пятая магистраль. Это улица Мира, Осипенко. Там сейчас начатые уже работы. Уже начатые. Это за счет собственных средств, инвестиций, банка ИБР и субсидий государства. По пятой магистрали мы хотим ее сделать все, это порядка трех километров. 700-800 метров – это вторая магистраль. В общем, работы будут вестись по всему городу. Всего почти 13 километров тепловых сетей. Ожидаемые неудобства, но, как показал минувший отопительный сезон, вполне оправданные. Ну а в школы области тоже скоро придут ремонтники. Как заявил глава региона Ерик Султанов на этой неделе, все конкурсные процедуры завершены и ничего не мешает начать готовить школы к новому учебному году сразу же, как закончатся занятия. Работы предстоит много. Этим летом капитальные ремонты проведут в 19-ти петропавловских школах. На это потребуется порядка 200 миллионов тенге. Заменят окна и крыши, отремонтируют санузлы. В понедельник Ерик Султанов сам объехал несколько школ, директора которых честно рассказали и показали Акиму, где холодно, а где протекает крыша. Подробности у Ксении Куценко. В этом корпусе первой гимназии учатся 360 школьников. Здание было построено более 50 лет назад, и за это время капитальный ремонт здесь не проводили. В нынешнем году ситуация изменится и учебное учреждение преобразится. По республиканской программе «Дорожная карта занятости» в школе выделены, в первой гимназии выделены средства 10 миллионов. Планируется заменить оконные блоки на первом этаже. Это 74 окна. Разводка отопления идет сверху, и первый этаж у нас самый холодный. Конкурс заканчивается в стадии рассмотрения заявок, и начинаем ремонт сразу, как только позволит возможность. В планах провести и ремонт кабинетов, санузлов, крыши, рассказывает Наталья Букатова о Кемобласти. Ерик Султанов акцентирует внимание на качестве ремонтных работ. Смотрите за качеством этого, чтобы действительно окна были хорошие. Там специалистов надо нанять, чтобы они имели низкую теплопроводность. Я не говорю, чтобы окна, стекла были другие. На самом деле они могут некачественные сделать. Надо качественные. Против этих деревянных эта эффективность в десятки раз вышла. Спортивную площадку в школе построили в прошлом году. Теперь нужно положить искусственное покрытие. Это будет удобно для учащихся, отмечает глава региона. Сделают капитальный ремонт и в гимназии «Бест». В этом году поменяют 137 окон. На это выделили 23 миллиона тенге. Мы в самых холодных кабинетах поменяли. Это видите, когда скрытие. Ну вот, допустим, вы это поменяли, и у вас сразу эффект, да? Да, чтобы на столько. Безусловно. Крадусов на 5. 6 миллионов тенге в учебном заведении направят на ремонт санузлов. А в следующем году будут приводить в порядок спортивный зал, рассказывает главе региона директор гимназии Надежда Заиченко. ПСД уже составили. Во второй школе устарела крыша. В здании размещены учебные кабинеты и мини-центр. Новое покрытие обойдется в 12 миллионов 600 тысяч тенге. Вы уже ремонт для работы начали, да? Да, начали. Сейчас идет просмотрение заявок. Вот здесь все, видите, балки все, они все сгнили. Мы с вами сел, да, закрывали вот это все. Текущий ремонт и замену окон проведут и в школе номер 43. Герик Султанов рекомендовал не затягивать с началом работ. Выделенные средства, а это 22 миллиона тенге, должны быть освоены в срок. А ремонт выполнен качественно. До завершения четверти учебника надо будет подписать контракты, чтобы подрядчик был готов в летний период эффективно использовать для качественной, хорошей работы. В специализированной школе-интернате номер один для детей с ограниченными возможностями совсем скоро строительные бригады начнут менять крышу, она будет шатровой. Обновят и учебные кабинеты. Объем финансирования 14 миллионов тенге. Всего в этом году ремонтные работы пройдут в 19 школах города. На эти цели выделено более 200 миллионов тенге. Герик Султанов отметил, все конкурсы прошли в срок, а значит, у подрядчиков будет достаточно времени выполнить работы вовремя и качественно. Молодцы все организаторы конкурсов, они своевременно все провели. Есть сегодня уже контракты на подписи. То есть, мы выйдем на летний период и сразу можем начинать ремонтные работы. Эффективно используем весь этот летний период. Это даст хорошее качество, даст хороший результат. Это очень важно. И мы эту работу всегда будем в таком темпе продолжать. Я уже в основном обсуждаю на следующий год, какие объекты будут. И уже в конце года у нас будет все сформировано. И уже конкурсы начнутся в конце года. Главное внимание к качеству работы и созданию необходимого температурного режима в учебных кабинетах. Если в городских школах для этого меняют окна, то в районах построят 105 новых котельных. Всего на ремонт объектов образования региона, а их 59, в этом году направят 1 миллиард 280 миллионов тенге. Но похоже, что этим летом в школах будет неспокойно не только из-за ремонтов. Отечественное образование вступило в фазу активного реформирования. И если раньше что-то планировали, пробовали, собирали экспериментальные школы, классы, то теперь изменения коснутся всех. И также, как сейчас разъясняют земельную реформу, стоит объяснить реформу в образовании. Потому что пока вопросов очень много. Про введение трехязычного образования, сокращение учебной недели, продление учебного года и так далее. И кое-что воспринимается совсем неоднозначно. В Министерстве образования совместно с агентством Медиасистем и деловым еженедельником Капитал Киезет провели исследование, чтобы узнать, как пользователи социальных медиа реагируют на новости о реформах образования в Казахстане. Анализировали тысячи сообщений и постов и в итоге пришли к неутешительным выводам. Реформы вызвали негативную реакцию в социальных сетях, а пользователи не считают весомыми аргументы профильного министерства о необходимости этих реформ. В общем, не зря президент настойчиво говорил министру образования Ерлану Сагадзееву о необходимости посоветоваться с народом. Тот даже провел видеоконференцию со всеми регионами, ну а теперь его подчиненные, в частности областные управления образования, разъясняют образовательные реформы на местах. В Петропавловске такой диалоговой площадкой выбрали офис партии Нур-Отан. Пригласили сюда родителей, учителей, чиновников от образования. Вопросов, конечно, накопилось немало. Как уже говорится, что в старших классах обучение будет вестись и на английском языках, многие предметы. Но меня волнует вопрос, есть ли у нас преподаватели, которые владеют в совершенстве этими языками, еще плюс предметам, которые они будут преподавать. То есть, во-первых, это сложный спецтермин. Хотелось бы заострить внимание всех на том, что изучение предметов естественно-математического направления не будет проводиться именно с 1 сентября следующего учебного года. Это мера, которая будет внедрена только с 1 сентября 2019 года. У нас есть 4 года для того, чтобы подготовить квалифицированные кадры преподавателей естественных дисциплин для обучения учащихся на английском языке физики, биологии, химии и информатике. А вот 12-летку начнут внедрять уже в этом году. То есть, 9 тысяч североказахстанских детей, которые осенью пойдут в первый класс, будут учиться в школе по новым программам. В общем, предстоящий учебный год обещает быть интересным. Ну а вот нынешний подходит к концу. На следующей неделе уже последний звонок. Для многих каникулы, для выпускников очень нервная пора экзаменов. В этом году, как и в прошлом, вновь зашла речь о необходимости отменить единое национальное тестирование. Причем, заявление это сделал сам министр образования. Это уже не просто разговоры. Больше двух лет в профильном министерстве работает группа по совершенствованию процедуры единого национального тестирования. Сможет ли оно усовершенствоваться настолько, что станет и вовсе ненужным, сказать пока сложно. Но в этом году, например, дали возможность за символическую плату пересдать ЕНТ тем, кто получил двойки. А вообще улучшить надо многое. Уже точно содержание экзаменационных заданий. Очевидно, что тесты с вариантами ответов – это не лучший способ проверить глубину знаний выпускников. Да откуда этой глубине и широте взяться, если целый год посвящен заучиванию тестов лишь по пяти предметам? Этого не скрывают ни учителя, ни выпускники. Нужно изменить и саму суть ЕНТ. Де-факто единое национальное тестирование воспринимается сейчас как вступительный экзамен. Так что число участников его никогда не было стопроцентным. Обычно три четверти от общего количества выпускников, а в последние годы все меньше. Между тем, именно по результатам ЕНТ оценивается качество среднего образования в Казахстане. То есть аналитика эта совершенно некорректна. И последнее, но не по значимости. ЕНТ – экзамен с высокой ставкой. В общем, ажиотаж такой, который сложно выдержать. Нервы сдают даже у взрослых. И совершенно ясно, что эту большую нагрузку надо снимать. И если содержание экзамена и уж тем более разделение ЕНТ на два этапа – это долгоиграющие реформы, то в части снижения этого самого давления уже в последние два года сделано немало. Ставки снизились. Четверка на экзамене для претендента на золотую медаль – это уже не конец света. С прошлого года оценка в аттестат идет средняя арифметическая. В спорных моментах в пользу выпускника. Ну и плюс новая в этом году возможность пересдать двойку. В таких условиях настраивать на позитив выпускников стало, конечно, проще. Этим традиционно занимаются перед экзаменами сотрудники управления образования. Во вторник они провели семинар для педагогов-психологов. В нем приняли участие более ста специалистов. Главный вопрос – как уменьшить психологическую нагрузку на детей. Любая проверка собственных способностей, она является стрессовой для человека. Поэтому как раз вот эта развивающая работа, которая проводится в учреждениях образования, она направлена на то, чтобы подготовить детей, повысить их стрессоустойчивость, повысить их жизнестойкость, для того, чтобы потом они уже умели контролировать свои эмоции, свои чувства. Мы проводим тренинговые занятия по снижению уровня тревожности, по самообладанию. Все это проходит в игровой форме, с разными методиками. Арт-терапия, сказка-терапия. Сейчас очень много новых методик – это песка-терапия, рисование на мокрой бумаге. То есть все мобильные методики, которые мог ребенок себя мобилизировать, не бояться. И еще не про экзамены, а про уроки. В четверг в Назарбаев интеллектуальной школе прошло необычное занятие. Его провел Аким области Ерик Султанов. Кстати, в ниш – это уже хорошая традиция. По четвергам приглашать в школу людей, которые многого добились и могут своим примером вдохновить студентов. Эти дети и так сильно мотивированы на учебу. Во-первых, сложный отбор. Во-вторых, сама по себе учебная программа, которая заметно отличается от уроков в общеобразовательной школе. Так что советы, которые дают ученикам интеллектуальные школы по четвергам, успешные люди с большой долей вероятности будут правильно применены. Тем более, что лектора нужно не только слушать, ему можно задавать вопросы. О чем спрашивали Акима области, расскажет Александра Сулмина. Сначала знакомство с достижениями. Это научные проекты ребят. Их авторы – будущие инженеры, химики, физики и медики. Здесь и модель ракетного комплекса, и ветряной мельницы, и телескопы. Есть и инновационные разработки. Например, аппарат для синтеза биогаза из отходов сельского хозяйства. Или экологическая пленка на основе обычного крахмала. Данная пленка имеет возложение в большую количество 10 дней. Хорошее решение. Это очень важно для будущего. Потому что у нас тоже сейчас некуда девать, пластик весь. Мы хотим переработать, но это хорошее будущее. Дальше спортивные победы ребят. Они преуспевают в шахматах, шашках, велоспорте. А вот и знаменитые умные роботы. Дальтоник, боксер, футболист. Каких только не делают. У учебного заведения особый статус и высокий уровень. Но развиваться нужно и дальше. В планах стать членом СИАЭС и пройти международную аккредитацию. Как раз об этом сейчас и говорят на первом заседании попечительского совета. Процедура предстоит всем Назарбаев-школам. Этот процесс займет несколько лет. Есть ряд вопросов, которые школа решить сама не в состоянии. Такие, как, скажем, благоустройство территории, прилегающей к школе. Или вопросы взаимодействия с госорганами. Для чего нужна поддержка представителей власти, представителей бизнес-структур, представителей просто активно настроенной общественности. И эти люди как раз и входят в состав попечительского совета. Поэтому мы возлагаем очень большие надежды на сотрудничество с ними. Уже в сентябре в школе ждут первую комиссию. Приедут эксперты из Нидерландов. Члены попечительского совета в решении проблем, которые могут возникнуть, примут активное участие, говорит глава региона. А теперь самое интересное. Урок лидерства Атакима области. В зале собрались десятки будущих выпускников. Все они хотят узнать секрет успеха. Чтобы многого добиться, необходима ответственность, надежность и упорство, говорит Ерик Султанов. А еще нужно быть инициативными, целеустремленными и исполнительными. Вы должны стремиться не быть равнодушными к окружающему вас меру, людям, которые рядом с вами. Вы должны стремиться к знаниям. Ведь знание – это сила. Вы должны стремиться быть отзывчивыми. Если кому-то нужна ваша помощь, надо помогать. И, конечно, школьники не упустили возможности задать Акиму вопросы. Мадине Серик интересно, как глава региона все успевает. Ответ прост, говорит Ерик Султанов. Свой день нужно планировать. Рабочий день я начинаю до 8 часов. Один час времени дает возможность подготовить рабочий день. Ну и, конечно, интернет тоже просматривать надо. Что происходит вообще в стране, в мире и так далее. Это занимает 15-20 минут. Надо работу планировать не только на день. Ее планировать надо на перспективу. Таким образом, я в 8, 9, иногда в 10, иногда в 12 заканчиваю рабочий день. Но всегда оставляйте неделю, хотя бы три дня для спорта. Я занимаюсь в тренажерном зале обязательно. Любит ли Акимобласти футбол, о чем он мечтал в детстве? Сегодня ребята смогли ближе узнать главу региона и даже спросить совета. Какую вы книгу прочитали за последнее время и что бы вы нам посоветовали прочесть? Люблю историческую литературу. В прошлом году был год 550-летий казахстанства. Я решил еще раз прочитать книгу Ильяса Семберлина «Кочевники». С удовольствием прочитал. Люблю книгу Исаия Калашникова «Жестокий век». А еще нельзя забывать о классике, говорит Ерик Султанов. Недавно он с удовольствием перечитал «Войну и мир» и Анну Каренину. Такой формат встречи школьникам понравился. В благодарность они подарили главе региона картину, а он им вручил книгу о Североказахстанской области. И в заключении на этой неделе местная молодежь присоединилась к республиканской акции «Отанагаш». Она стартовала 6 мая. Предполагается, что по всей стране высадят 25 тысяч деревьев. В нашей области посадят 1600. Первые 40 яблонь появились в сквере возле памятника воинам-афганцам по улице Жабаева. Остальные деревья в 12 лесных учреждениях региона. Своими силами мы все вместе пытаемся создать такую небольшую аллею, которая станет символом акции «Отанагаш» в Североказахстанской области. Мы будем ухаживать за этими деревьями. Бойцы Жасулель, которые будут работать в городе, они берут под свой патронаж вот эту аллею. То есть жасулелевцы обещают ухаживать за саженцами. Кстати, в этом сезоне в зеленые отряды примут на работу 450 человек. И зарплату подняли на 5000 тенге. Теперь в месяц бойцы получают по 44 тысячи. А вот ученики Пеньковской средней школы в этот четверг помогали лесничим с уборкой серебряного бора совершенно бесплатно. Недавно они организовали в своей школе мини-лесничество. В его составе 10 человек. И они, в отличие от многих, знают, что серебряный бор недалеко от Петропавловска – это не просто лес, а памятник. Почему он так называется, ребята рассказали моей коллеге Ольге Загоруйко. Серебряный бор – это одно из красивейших мест нашего региона. Больше половины деревьев здесь имеют возраст около 100 лет. Общая площадь памятника республиканского значения – 83 гектара. Сосна окружает кольцо из берез. Поэтому и название – серебряный бор. Сейчас это лишь небольшой участок древнего реликтового леса, который важно сберечь, говорят участники экологической акции. Главные активисты – учащиеся Пеньковской средней школы. Три года назад они создали собственное мини-лесничество «Совушка» из 10 человек. Добровольно решили помочь экологии, решили очистить все от мусора в лесу. Помогаем все у нас в деревненном участке, все хорошо, садим все деревья, цветы. Настало время тяжелой техники. Трактор опахивает границы леса. В случае возгорания огонь не пройдет дальше. Здесь же устанавливают предупреждающий баннер. Профилактика лесных пожаров – вопрос в это время года актуальный. В памятнике природы «Серебряный бор» запрещены любые виды рубок. Ведется только очистка от внелесосечной захламленности. Мероприятие проходит в рамках выполнения плана управления природных ресурсов и регулирования природопользования по СКО благоустройства памятника природы «Серебряный бор». Всего в нашем регионе 12 природных памятников республиканского значения. В их числе 3 сосновых бора. Такие экологические акции пройдут в них до конца мая. На этой неделе родилась еще одна общественная инициатива. И хорошо бы, чтобы она стала традицией. Стартовал марафон под названием «Любимый город». Участники три дня будут собирать мусор в самых живописных, но самых грязных местах отдыха Петропавловска. В эту субботу уборка состоялась на озере Пестрое. На следующей неделе участники марафона встретятся в Мещанском лесу. А на третьем этапе состоится субботник в районе Парка Победы. Тогда и подведут итоги. Собранный мусор будут взвешивать. Марафонцы соревнуются, кто больше. За первое место организаторы обещают велосипед и призывают на участие в марафоне целыми семьями, то есть командой. В социальных сетях уже немало откликов на эту идею. Первые горы мусора собраны. И сложно представить, сколько их будет по итогам всех трех этапов. Кстати, присоединиться к марафону можно в любой из дней. То есть вполне вероятно, что участников на следующей неделе станет больше. Весь этот мусор можно увезти на полигон твердых бытовых отходов. А можно отсортировать и пустить в дело. То, как перерабатывать вчерашний хлам, уже не новость. Во многих странах производство из мусора поставили на поток. В Казахстане это пока единичные производства. Кстати, в Петропавловске тоже теперь есть один такой. По переработке пластиковых бутылок. Именно для них в городе появились отдельные контейнеры. Что делают из старых пластиковых бутылок и готовы ли горожане аккуратно сортировать свой мусор, узнала Алена Подласова. Пластик считается самым опасным мусором. В земле он разлагается 300 лет. Поэтому его нельзя оставлять природе на переработку. Такие корзины для пластиковых бутылок и жестяных банок начали ставить в Петропавловске три недели назад. Первые появились по улице Юбилейной. Сразу после этого во дворах стало заметно чище. А устанавливают их сразу три предприятия. ИП «Свинцов», «Трусов» и ТО «Чистый город». Сейчас в областном центре около 300 таких корзин. Скоро поставят еще 150. Мы очень рады, что поставили новые урны, получается, для пластиковых бутылок. Очень бы хотелось, чтобы существовали не только такие урны, но и другие, чтобы вообще отдельно был весь мусор, пластиковый отдельно, бытовые отходы отдельно. Я одобрываю вот это, чтобы бутылки отдельно собирать, чтобы они не попадали по полям везде, по дорогам, чтобы не плавали по куветам. Кстати, собирают пластиковые бутылки не только для того, чтобы город стал чище, говорит руководитель ИП «Свинцов». В планах у Александра Кадышникова открыть завод по переработке вторичного сырья. Поэтому сейчас его собирают, сортируют, затем прессуют и складируют. Начать переработку предприниматель надеется уже в конце этого года. Пластик будут измельчать, делать флекс, а из него синтепон. Готовый продукт Александр рассчитывает продавать швейным фабрикам. Где большие многоквартирные дома, везде будут стоять наши контейнера, в том числе зоны отдыха, пляжи, летние кафе. Акимат нам помог в этом плане, то есть поддержали инициативу, выделили нам места, оповестили все предприятия, чтобы нам посодействовали. В данный момент заключили уже мы со своей стороны большую часть договоров с КСК. По разрешению, в общем-то, люди все довольны. Пока в компании работают только пять человек. Когда производство запустят, их будет около 30, говорит предприниматель. Сейчас он подыскивает оборудование, выбирают между китайскими и российскими поставщиками. Рассматривает и варианты участия в госпрограммах. Обязательно будем обращаться в дому. Подготовка документов уже ведется. В нашем регионе предприятий по переработке пластиковых бутылок, вообще пластика нет. Особенно после зимы загрязнены парки, скверы, леса и набережные. Пластикового мусора там накопились десятки тонн. Эту неделю мы увидели такое. Информационная служба МТРК продолжает. Находи для вас самые интересные и самые важные новости, чтобы каждый день держать в курсе. А семь дней спустя подвести итоги. Оставайтесь с нами, новости будут. И пусть больше будет хороших. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова